Друзья, всем привет! С вами канал Будда Дегришна. Сегодня пишут о том, что Киркоров разорвался перед камерами и потребовал удалить видео. Он продолжает пиарить Пугачёву. Он делал это на шоу Маска, кто может быть смотрел каждые пять минут, вспоминая её, напевая её песни и ещё рассказывая истории из её жизни. Значит, а здесь пишут, Филипп Киркоров расплакался во время съёмок клипа для саундтрека к фильму Нюрнберг, который выйдет, вроде пишет, 23-го что ли, февраля. Кстати, я так понимаю, фильм неплохой. Филипп признал, что при работе над видеороликом он сильно расчувствовался, заплакал. На крупных планах особенно было заметно влага в его глазах. Однако эти кадры певец просил вырезать и удалить, так как считает, что в данном случае ждать должен не он, а зрители. Это ведь история о любви, говорит Киркоров. Ох, как мне бы забыть уже мою историю. Вы знаете, ну, ни у кого нет сомнения, что он говорит о Пугачёвой, потому что именно о ней он, как говорил неоднократно, не может забыть. Значит, и даже здесь, на кадрах, на, скажем так, записи саундтрека, то есть в тот момент, когда он понимает, что об этом будут говорить, это будут снимать, показывать, он вспоминает, естественно, не называя ее, но понятно, что все поймут, о ком идет речь. Почему он это делает? Ну, я думаю, что прекрасно понятно. Сейчас, когда говорят, что Пугачёвой совершенно нечем заниматься там в Израиле, и могут быть какие-то решения приняты с ее мужем, заморским гастролером, потому что он ездит, она просто сидит, собственно говоря, ей никто не мешает так же сидеть здесь, значит, но дети будут в привычном среде обитания. Вообще, я не понимаю, зачем они уезжали, еще раз скажу. Понятно, что какие-то там вопросы могут возникнуть к ней, к нему, но в целом, я не думаю, что я бы там кто-то трогал. Значит, может быть, у нее убеждения как-то поменялись, но у меня ощущение, что это подготовка почвы для возврата. Не знаю, друзья, что думать на все еще, пишите в комментариях, но сегодня я прочитал несколько статей, где пишут конкретно, что втихую, так сказать, она может приехать, чтобы не создавать лишнего шума. Ну, а он, напоминая общественности, скажем так, постепенно подготавливает людей к мысли о том, что нас здесь, чтобы не было такой волны, скажем так, народного негодования после возвращения. Друзья, интересно ваше мнение, пишите в комментариях, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленную в комментариях и в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна, новости, новости в формате 2.4 на 7, плюс мои ролики на остросоциальные и политические темы. Друзья, здесь на ютюбе есть канал, тоже называется Будда Гришна новость, он резервный, запасной, подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.